Хотели как лучше, а получилось как всегда. В ДМ-пропагандистам возможность называть нас монстрами. Европа нас просто затопчет. Три цитаты о российских пенсионерах, наших бывших соотечественников, ДМЖ, экзаменах по латышскому и о депортациях. В начале войны многие политики, общественные деятели говорили о необходимости создания единой политической нации, о латвийских русских, которые наши. Сегодня многие политики, общественные деятели обсуждают, это нормально или нет, выдворяя из страны стариков, которые не говорят по-латышски. И немалое количество из этих политиков или общественных деятелей они умудряются находить аргументы «за» и говорить, что да, это очень даже нормально, выселим этих российских пенсионеров и наконец-то заживем. Вместо единой нации у нас пикетом с плакатами «Русские в моем дворе плясать не будут». Вместо единой нации у нас вратарю Шилову говорят «В воротах ты стоять можешь, за это спасибо, но бабушка твоя пусть учит латышский или выдворение». Поэтому президент сейчас не совсем прав. Получилось не как всегда. В этот раз получилось хуже, чем обычно. И да, это очень важно, чтобы вообще никто не мог показывать тебя монстром. Это программа «Минимум». Программа «Максимум» же несколько амбициознее. Надо не только не выглядеть как монстром, надо и просто не быть монстром. Правительство ИСЭМ Латвии сейчас наконец принимает правильное решение. Нашим бывшим соотечественникам дадут два года отсрочки, чтобы выучить и сдать латышский язык. Происходит это, конечно, из-за внезапного прозрения или просветления. Нынешнее решение правительства ИСЭМа об отсрочке – это результат прямого давления со стороны европейских институций и различных посольств. Европа нас затопчет, как говорится. Огромную роль в создании этого давления сыграли сотни подписей под исками в суд Саттерса, тысячи подписей под петициями в Европейский парламент, активное освещение в СМИ и социальных сетях всего происходящего. Нам сейчас все вместе удалось приостановить огромную трагедию. Активисты, общественные деятели, журналисты – просто неравнодушные люди. Для этого вам огромное спасибо. А сейчас надо продолжать делать все то же самое дальше. Продолжать информативную кампанию, оказывать помощь заполнением документов, оказывать помощь с курсами латышского языка. Кстати, мы весь этот год всем везде, беспрерывно повторяли одно и то же. Обязательно записывайтесь на экзамены и идите сдавать латышский. Надо продолжать работать дальше с петициями в Европейский парламент, с исками в суд Саттерс, чтобы наши нынешние правящие политики не вздумали передумать. Продолжение следует...